Новая Чемеева, Ярокосы, Шептаки, Старые Мадики, Хорной, Верхний Тамлай. Шесть деревень Маргалшского района объединила одна проблема – дорога. Чтобы ее построить, они собрали свои средства, но радость была недолгой. Несоблюдение технологии укладки дорожного покрытия привело к плачевным результатам. Дорогу не надо было так строить. Не может прийти. Дорога очень плохая. Дорога очень плохая не могу. И вчера ребятам, нашим внукам, в садик не могли отпускать. «Не пройти, не проехать» – так отзываются жители деревни Верхний Тамлай о дороге, о которой мечтали долгие годы. Но когда ее, наконец, достроили, легче, увы, стало ненадолго. В 2019 году население деревни Верхний Тамлай, Ярокосинского сельского поселения, решила по программе «Инициативно-бюджетерное» отремонтировать дорогу у себя в деревне протяженностью 1 километр. Стоимость проекта около 2 миллионов. В апреле месяце 2019 года, после проведения аукциона, был заключен муниципальный контракт с подрядчиком ООО «Строительная компания Еврострой». Работы завершили вовремя, но покрытие не выдержало испытаний погодой. Лето 2019-го выдалось дождливым. И уже в конце августа, по словам местных жителей, она поплыла и рассыпалась. Сельчане начали писать письма с претензией в адрес строительной компании, но ответа так и не дождались. Осенью того же года, 19 октября месяца, после продолжительных дождей, обратил внимание, что щебень начал растворяться и превращаться в кашу. Мы обратились в арбитражный суд. Дело сейчас у нас как раз в производстве арбитражного суда находится. Ну и параллельно, то есть, следственные органы сейчас занимаются этим вопросом. В такой же ситуации оказались и другие заказчики всего шесть деревень. Из них только одна верхняя тамлай выполненной работы не приняла. Администрация деревни для проведения строительного контроля заключила договор со специализированной организацией, по результатам проверки которой был выявлен ряд нарушений по 40 пунктам. Остальным пяти муниципальным заказчикам Еврострой представил фиктивные паспорта качества на щебень, после чего указанные работы были приняты. Специалистами были отобраны пробы строительных материалов, которые были привезены на объект для дальнейшей укладки в асфальт и в дорожное покрытие. Результаты испытаний, которые проведились в собственной лаборатории, показали, что щебень не соответствует требованиям, заложенным в техническом задании. Вместо марки 400 получилось два раза марка 200, один раз марка 300. Сразу же подряд организации ОСК Еврострой было выписано подписание о приостановлении дорожных строительных работ в связи с несоответственным применением их материала требованием технического задания. Организация проигнорировала наши предписания, не стала их устранять и продолжила строительство. Где-то в начале июля, несмотря на все уверения, что дорога не будет принята в таком состоянии, из таких материалов сделанных, они принесли исполнительную документацию на проверку. Строительный контроль ничего не подписывал, ни актов, ничего, потому как дорога не соответствует требованиям. С этими результатами экспертизы жители деревни Верхний Тамлай обратились в суд. В ответ строительная компания выступила с ИСКом, требуя взыскать с администрации поселения около 480 тысяч за проведение своей строительной экспертизы, за судебные расходы и за использованные стройматериалы. Для того, чтобы провести в соответствии контракт, компания Еврострой должна была убрать всю марку щебня М300 и заложить М400. Что мы хотим сейчас доказать суду. Но почему-то суд на сегодняшний день это не учитывает. Пока жители всех этих шести деревень пытаются добиться справедливости и получить долгожданную дорогу, жители села Окрамово не нарадуются своей. В том же году также по программе инициативного бюджетирования они отремонтировали свою. Подрядчик работал в соответствии со всеми требованиями, и дорога получилась как надо. Но эти работы выполнил совсем другой подрядчик. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Александр Отяков, Республика.